Приветствую вас, Дэн, я так полагаю, что вы Денис. Ну смотрите, вот в чем суть вашего вопроса. В медицинском аспекте или в аспекте психологическом? Потому что, как бы это очень разные вещи, психологический и медицинский аспект. По медицинскому аспекту вам подскажут врачи лучше, вот. Это по медицинскому аспекту вам лучше подскажут врачи. А по психологическому аспекту, да, по психологическому аспекту мы можем подсказать, но для этого мне кажется, ну мне кажется, не хватает, не хватает как минимум информации, да, потому что вы немного говорите про «люблю», «хочу влюбиться», вот. Ну, вот, что вы, например, понимаете под «любленностью», да, что, например, грубо говоря, ну, что вот вы имеете в виду, говоря о влюбленности своей, это, конечно, ну, такой, мне кажется, вопрос, вопрос такой достаточно серьёзный, вот, поэтому здесь, на мой взгляд, нужно максимально всё подробно поисследовать, прежде чем, значит, давать вам какие-то рекомендации, какие-то советы и так далее, вот. Понимаете, о чём идёт речь. Дальше. Дальше. Вы говорите о том, что влюбились в, значит, ну, вот, в девушку сильно с работой, ну, вот, в своей работе. Если это произошло, то, скорее всего, речь идёт о том, что вам чего-то не хватает в семье, да, в отношениях с супругой, вот вы говорите, что вы спокойно и любите, то есть всё так достаточно однообразно, вероятно, вероятнее всего, всё однообразно, вот. Соответственно, ну, хочется, хочется большего, хочется какого-то драйва, да, вот, а этого по сути нет, и, соответственно, то есть вот, как бы, здесь важно сделать анализ ваших отношений с женой, чтобы понять, что конкретно там вас не устраивает, напрягает, напрягает, вот, и это уже подкорректировать, может быть, таким образом помочь вам, ну, решить проблему, вашу проблему, вот. Это только влюблённость, а что ещё важно, пожалуй, это то, чтобы вы определили именно, ну, вектор, вектор своей влюблённости, как к вашей жене, да, так и к этой девушке, то есть что представляет от себя, собственно, влюблённость, что это такое, влюблённость, что это. Понимаете? Вот это очень, очень важный момент, что это такое. Потому что, от этого зависит, ну, по сути, то, как вы будете в дальнейшем, себя вести, как вы будете в дальнейшем делать, по сути. Вот. Поэтому определитесь с этим, определитесь с этим, вам помочь тоже, ну, необходимо, необходимо. Если вы хотите, э-э-э, если вы хотите провести, вот, ну, к какому-то, э-э, спокойствию своих, в свою жизнь. Вот. Дальше. Э-э-э, так, значит, вот, пишите, что все мысли о ней, не могу забыть, э-э, ничего не радует, ни дет, ни друзья, хочу к ней. Э-э, о чём здесь идёт речь? Э-э-э, вот именно, именно здесь о чём идёт речь, да? Э-э, здесь идёт речь о том, что ваши мысли, они, то есть, то, что вас не радует ничего, ну, вот, по факту, да, там, кроме, там, неё, это о том, что вы находитесь в некой-то, в некой такой оторванности, можно сказать, от, э-э, ну, от того, что вы делаете, именно вы, то есть, э-э, вас не радует ничего, да? Вот, вы давно уже, ну, многие вещи, многие вещи, видимо, многие вещи, вы делаете потому что должны, не потому что вам хочется, а потому что должны. Вот, это, конечно, ну, решать, это, конечно, вот, в какой-то степени определяют вас, это, конечно, конечно, э-э, значит, э-э, ну, такой, очень, э-э, важный момент. Вот, если вы, э-э, понимаете, в данном случае, о чём идёт речь. Речь. Дальше. Так. Женю люблю, но спокойно, я хочу, чтобы, хочу, чтобы человек, которые прошли, не получается, да? Ну, опять же, это, довольно, э-э, интересный момент, вы хотите, чтобы, э-э, ну, чтобы чувства прошли к ней, вот. Ну, я бы хотел, э-э, спросить вас о том, а, почему вы хотите, чтобы чувства прошли? То есть сейчас ваши желания, ваши чувства нашли некое выражение, э-э, ну, э-э, форму, форму. Вот. Ага. Вопрос. Вы это отрицаете? Сейчас. Да. При этом вы удивляетесь, что ничего не хотите, ничего вас не радует, и так было. Ну, как бы вот это вот противоречие, как мне кажется. Нужно помочь вам разрешить потому что мешает. Есть ощущение, что мешает. Создает такой, знаете, дисбаланс. Дальше. Прочитал отзывы про слуоксетин, что помогает успокоить гормоны, но если я не против гормонов, не выходит отчетку к жене. Может, поэтому лучше не надо. Хочу влюбиться в жену заново. Ну, чтобы влюбиться в жену заново, вам нужно сперва получить, наверное, способность это сделать. Способность влюбиться в жену. Чтобы иметь способность влюбиться в жену, необходимо иметь способность к творчеству, к спонтанности. Вот. В данный момент я у вас этого не заметил, к сожалению. То есть я не заметил у вас вот такую возможность для этого, для того, чтобы творить, мне кажется, вы себя зажали в тиски, в тиски, в тиски бытов, в тиски, вот, ну, в такой истории. Вот. И, соответственно, вам, конечно, очень трудно. Безусловно, вам тяжело, безусловно, вам трудно. То есть с этим даже не спорить нечего. Это факт. Вот. Так что, как бы, непросто влюбиться. Опять же, что это значит влюбиться? Что вы вкладываете в влюбиться? Понимаете, я боюсь, что с результатом вашего подхода, как вы, как вы его, ну, демонстрируете, да, как вы его, вот, показываете, с результатом вашего подхода, я боюсь, что вы влюбленность, ну, не очень, не очень, ну, не очень корректно понимаете. Вот еще в чем дело. Знаете, вы вполне может быть, вполне может быть, что оплуждаютесь насчет влюбленности, насчет, ну, значения смысла влюбленности, в принципе. Вот, поэтому с этим, с этим, мне кажется, тоже вам нужно помочь разобраться с этим, вот, чтобы у него не было трудностей, чтобы не было недопонимания. Вот. Вот примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи!